Музыка Можно ли проехать из одного конца страны в другой на машине гольф-класса с дорожным просветом в 12 сантиметров? Особенно, если конечная точка это не Владивосток, куда со скоростью курьерского докладывают автобан, а Магадан. Мы именовали первый проблемный участок, тот самый кусок трассы М-53, где каждый год в распутницу фуры тонут в грязи. Позади их почти 6000 километров, впереди еще больше шести. Но мы благополучно перед Иркутском выползли обратно на асфальт и добрались до Улан-Удэ, где взяли на день передышку. Итак, наш день в Улан-Удэ мы начали с того, что отправились в Иволгинский Датсан, центр российского буддизма. Место, где буквально за несколько минут успокаиваешься под шелест ходаков на ветру и теплый скрип барабанов с мантрами. Ветер колышет ходак с начерпанными молитвами и читает их. Человек повернул барабан, и тысячи мантр прочитались сразу. Собственно, тут неважно, веришь ли ты во все это или нет. Независимо от этого, как-то все внутри приходит в равновесие. Но есть тут одна реликвия, которая тянет каждого, независимо от вероисповедания. Это камень, исполняющий желание. Нужно отойти на десять шагов и с закрытыми глазами, вытянутой рукой, достичь камня. Смог – желание сбудется. Очевидно, что загадал увы, да и каждый из нас загадал наверняка то же самое – доехать. Доехать желательно без потерь. Но Бурятия – страна вольная, и дух кочевников-язычников тут силен, а посему ни одно большое дело не обходится без шамана. Наши подруги, байкальские амазонки, буквально поставили ультиматум – если шаман не поколдует, не отпустим. Действие свершается в настоящем месте силы, продуваемом всеми ветрами. Вокруг нереальная красота. Ну, а на этот холм надо еще взобраться. Впрочем, нашим карапузам, прошедшим боевое крещение трассой М-53, это уже из области легкой разминки. Обряд длился часа полтора, которые, справедливости ради заметим, пролетели совершенно незаметно. Если кратко описать суд происходящего, то шаман призвал на помощь добрые силы, отогнал злых духов, увидел наше будущее, приготовил некий защитный эликсир на основе водки и чабреца. Самостоятельно готовить бессмысленно, ибо тут дело не в рецепте. Он прост, а в ритуале приготовления. А потом за каждого шаман принялся индивидуально. После этого необходимые для защиты от злых духов процедуры были проделаны с автомобилями. Конечно, с материалистической точки зрения, все это не более чем дань традициям. Однако потом шаман рассказал нам то, что он сумел прочесть о нашей дороге. И его предсказания сбывались с какой-то нереальной точностью. Долгая молитва закончилась. И одно из свидетельств того, что слова шамана, который призывал добрых духов защитить нас от невзгод, от болезней, убрать препятствия с нашего пути, вот свидетельство того, что эти слова услышаны, это птицы. И вот они, вы знаете, появились на том местном, где только что была молитва, раз, вот сорока, два. И вот стая воробьев. Ну, будем надеяться, что действительно все будет хорошо. Ну, а вечером перед отъездом еще один осмотр техники. Нас очень волновали последствия приличного удара камень защитой поддона. Но, как выяснилось, пострадала лишь защита, которые быстро вернули первоначальную форму. Собственно, на то она и защита. Кстати, это не заводское оборудование, но дилеры начинают ставить эти весьма полезные штуки по желанию клиента. И хоть они воруют пару сантиметров клиренса, их эффективность доказана практикой. Все хорошо? Да. Вмятина приличная, но в полтора сантиметра зазор остался между защитой и поддоном, так что ничего не задело. А наутро наше прощение с Улан-Удэ неожиданно затянулось. 1 октября все-таки мы покидаем гостеприимный Улан-Удэ. Хочется остаться здесь подольше. Вообще, Бурятия удивительная страна, откуда вправо не хочется дальше никуда ехать. Но нас ждет Магадан, и, собственно, в компенсацию нашей задержки можно сказать, что на шаманском вот этом вот молебне у этого человека, который совершал этот обряд, прояснилась некая картина нашего путешествия. И он поделился со мной информацией о том, что он увидел. А увидел он наше будущее. Не удовольствия, я замечу, что плюс-минус все должно закончиться хорошо, но, на Бога надейся, а сам не оплошай. Не хотел я говорить, на самом деле, но шаман предсказал нам небольшие технические проблемы, в том числе и поломки. Видимо, вот одна из них. Сломалась ручка. И как теперь открыть стекла? А там лежат запас, инструмент, запасные канистры, провода-прихуриватели и куча других полезных вещей, в том числе и сентраки. Вот теперь это непонятно. Сейчас три человека с высшим инженерным образованием занимаются решением проблемы тайландских умельцев, которые создали вот этот вот, замечу, неоригинальный купон. Вот и причина, да. Силумин сломался по ослабленному месту из-за раковины. Вот мораль, да, не покупайте неоригинальные запчасти. Итак, три дипломированных инженера поставили диагноз, а вот решил проблему наш узбекский товарищ Анвар при помощи простой моечной отвертки. И чем он там занимался раньше в своей бухаре, остается только догадываться. Остатки замка замотали проволочкой. До Магадана доедет. Нас ждет впереди последний цельно асфальтовый кусок до Читы. Это 650 километров, планы на сегодня. И по дороге у нас предусмотрена небольшая культурная программа, которая чуть позже, а пока мы попрощаемся сейчас с байкальскими амазонками, которые в очередной раз нас опекали. Сейчас пришли нас провожать и в путь. Чтобы у вас была удача на дороге. Спасибо, спасибо. Давай, давай. Пока. Выезжаем из Улан-Удэ, и первая треть нашего маршрута это красивейшие заповеднейшие места. Дорога идет вдоль реки Сиренга, река впадающая, самая большая река, впадающая в Байкал. И два обстоятельства, вселяющих в нас некую радость. Первое. Переложен асфальт буквально на днях. И той стиральной доски, которую мы застали по дороге в Тикси еще весной 2009 года, вот все, она уже стиральная доска в прошлом. Асфальт как зеркало. А еще у нас будет возможность продолжить наше духовное самосовершенствование. Дело в том, что вот этот путь проходит по старообрядчикам, староверским местам. В 35 километрах от Улан-Удэ находится село Десятниково. Уже 250 лет, как известнейший старообрядческий центр. Старообрядцев туда сослали из Польши, куда они, в свою очередь, сбежали из Подмосковья. То есть, в принципе, это наши земляки, москвичи. Просто так судьба распорядилась, и что после церковного раскола они вынуждены были скрываться от гонений. Ну а потом, учитывая трудолюбие, очень высокую нравственность старообрядцев, вот все это заставило Катерину Вторую призадуматься над тем, чтобы насильно переселить старообрядцев в дальние сибирские пределы, дабы они осваивали землю, дабы они пахали, сеяли, выращивали скот и обеспечивали тех, кто занимается освоением и завоеванием этих самых земель, продовольствием. Их культура, их быт, сказания вошли в десятку нематериально-культурных памятников человечества, зарегистрированных ЮНЕСКО. Милости просим к нам на нашу старинную семейскую землю, в наше старинное семейское село Десятниково, в нашу старинную усадьбу. Пожалуйста. Будьте гостями, угостим в нашей старинной семейской кухне. Кто-то будет счастливчик сегодня, жених и невеста, по нашему обычаю. Вот невеста. Очень приятно. В челноке сидел только маляло. Сейчас уже трудно себе представить, что стоило людям из Подмосковья адаптироваться к 40-градусным морозам и землетрясениям. Но выехав семьями, отсюда и названия семейские, держась друг за друга, они выжили и сохранили и веру, и уклад. Уго, кстати, решили тут же женить на местной. И на наших глазах был разыгран, видимо, сильно адаптированный для заезжих свадебный обряд. Однако, несмотря на весь несколько показной характер церемонии, на семейских женщинах настоящая одежда и украшения, которым под 200 лет. А на полках лежат действительно первопечатные книги, которые, в отличие от музея, можно запросто взять в руки и полистать. Мебель, утварь – это все не имитация или, как модно говорить, реконструкция. Это подлинники. И некоторыми из них до сих пор пользуются по прямому назначению. А Уго, кстати, воспринял идею свадьбы, как попытку от него избавиться и оставить в глухих забайкальских местах. И не стал сопротивляться, когда у него украли невесту. Теперь он снова свободен и может ехать дальше. Ехать дальше – это значит пересекать границу Читинской области еще одного часового пояса по тем самым диким степям Забайкалья. Однако эти дикие степи помнят не только бродяг, проклинающих судьбу, но и цвет русской просвещенной элиты. Каждый раз, проезжая здесь, мы давали себе слово заехать в Петровск-Забайкальский. Для нас это стало делом чести. Не отдать дань памяти декабристам мы просто не могли. Вот мы и здесь. Чтобы добраться сюда, нам потребовалось 10 дней на машинах. А их гнали сюда год пешком. Вот попадаешь сюда и понимаешь, как изощренно умеют у нас унизить человека, растоптать его, смешать его с дерьмом, чтобы больше вообще никогда не опомнился. Вот чтобы посадить его в тюрьму, эту тюрьму нужно устроить в месте какой-то неземной божественной красоты. А чтобы лишить его свободы, его нужно загнать, замажать туда, где просто бескрайние необжитые просторы. К сожалению, музей в Петров-Забайкальском не дает полного представления о масштабах той трагедии. Местные музейщики делают больше, чем могут. Но в их распоряжении лишь копии документов да полукустарные декорации. Все подлинники и все самое ценное вывезено в Москву и Питер. Даже мебель лишь напоминает ту, что стояло во временных домах жен декабристов. Но отсюда, из Петровского завода, как он назывался тогда, невозможно вывести главное – ауру. И именно поэтому сюда, а не в столице, периодически съезжаются разбросанные по свету родственники некогда лучших людей России. Остался и дом. Тот самый, в котором 9 лет провела княгиня Екатерина Трубецкая, поехавшая на край света вслед за опальным мужем. Улица Дамская. Она названа в честь жен декабристов, которые жили вот здесь, в этом квартале, который еще назывался кварталом секретных барышей. Но если мужья были секретные, значит их жены тоже должны быть секретными. Впрочем, вот этот дом, на самом деле, просто несет табличку. То есть всех зданий сохранилось одно – то, где жила Трубецкая и где, собственно, сейчас находится музей. Но самое главное, что сохранилась память. А вот она уже вечна. Да и атмосфера в городе не навевает веселых мыслей. Металлургический комбинат, градообразующий еще с петровских времен, приказывает долго жить. И как-то беспросветно вокруг. Мы едем в Читу. Там жизнь помнится веселее. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ